Продолжение следует... В национальной команде всегда тренировки проходят на 100%. И это очень полезно для всех футболистов, кто находит на сборах. И этот сбор, я считаю, был полезным лично для меня. Просто был момент, что с двух игр пришлось играть очень мало. Ну, а остальное, скажу, что все. Я думаю, что было в порядке. Ясно. Ну, тем не менее, завершился этот сбор. Ты вернулся в расположение клуба. Уже несколько дней находимся в Австрии. Второй день тренировок уже подошел к концу. Как удалось выйти в ритм этого сбора? И вообще, как проходят тренировки? Об этом, пожалуйста. Ну, если честно, после очень тяжелого сезона было очень мало времени отдохнуть. Так что, в принципе, все-таки я успел соскучиться по футболу после сборной. После сбора в сборной был у нас. Те футболисты, которые находились в сборной, там 7 или 8 дней отдыха. И да, успели отдохнуть нормально. Так что сейчас думаю только о том, чтобы готовиться серьезно к Лиге Европы. И думаю, как бы помочь нашему команду. И начало сбора, конечно, всегда тяжело. Но все будет в порядке. Ясно. По технику. Ну, еще раз вспомним. Прошлый сезон. Так получается, что вот каждый год уже, если не ошибаюсь, твой четвертый сезон в Интере. И каждый год ты забиваешь все больше. Было 7 голов, потом 8 голов. И сейчас ты уже перешел к планку 10 мячей. Забил именно 10 мячей. Каждый год прогрессируешь. Можем ожидать в этом сезоне еще лучшего результата? И видишь ли в себе именно вот этот прогресс? Если честно, хотелось бы забить больше. И цель стоит для меня лично забить больше, чем тот же 10 голов. Кстати, было 11. Один из нас считали. Да, автогол. И что? У меня цель минимум это забить больше, чем в предыдущем сезоне. Ну, это можно считать, что этот цель выполнен. Но в прошлом году я поставил у себя цель забить 15 мячей. Но не получилось, к сожалению. Так что буду работать над собой и забью больше. Ясно. Сейчас команда ждет очередное участие в Лиге Европы. Уже 23-го будет жеребовка. Наверное, ознакомлен ты с потенциальным всеми соперниками. Интересно, из какой страны хотелось бы встретиться с клубом? И вообще, что думаешь именно о первом раунде и полном участии в этом соревновании? Так конкретно не могу сказать, кого сейчас желаем соперникам. Потому что вы сами знаете, что сегодня слабых соперников не бывает. Тем не менее, в Еврокубках. Кто выходит там, заслуживает. Так что легко ни с кем не бывает. Посмотрим, что будет. Но желательно, конечно, соперники по рейтингу послабее, чтобы было в первых двух раундах хотя бы. И надо думать о своей игре и построить и поправить свою игру, чем думать о том, кто попадет. Конечно, когда узнаем, уже будем иметь информацию побольше. И будем готовиться именно конкретно к сопернику, который будет представить нам. Ну, посмотрим, что будет. Я и все ребята ждем жеребовки. И потом уже будет ясно, что как будет. Пять матчей проведем в Австрии. Товарищи, контрольных. Наверняка эти поединки могут сыграть свою позитивную роль. В плане подготовки к матчам Лиги Европы уже известно несколько соперников. Среди них есть именно таких клубов, известных, как австрийский штурмград и венгерский халатыш. Это тоже неплохая команда. Что можешь сказать? Со штурмом мы играли в Турции на зимних сборах. И получилась очень интересная игра. И всегда приятно, когда играешь хоть в товарищеской игре, но с традиционными сильными соперниками. Штурм именно такая команда. А про халатыш я слышал об этой команде, но, если честно, я большой информации не имею. Ну, будет неплохой соперник. А после жеребовки, потом, наверное, смотря на соперника, какой будет, с этого уже выберут последнего соперника. И это тоже будет интересно. Так что будем готовиться. Будем строить свою игру. Будем все индивидуально. И в командной игре прибавлять и готовиться именно к официальной игре Лиги Европы. Вот ты говорил о том, что моя главная цель – это забивать с каждым сезоном все больше и больше. Но для этого, конечно же, нужно и расти в плане футбола. То есть, а ты, на первый взгляд, в чем видишь свои недостатки? Над чем тебе, в первую очередь, нужно работать, на твой взгляд? Потому что тебе всегда виднее, в чем ты сильнее. А какие стороны у тебя немножко нуждаются в доработке? Об этом, пожалуйста. Если честно, я очень много работаю с окончанием сезона, с этим сезоном. С того дня я очень сильно работаю над физикой. Во всяком плане. Скорость, сила и такие вещи. Именно физика. Я думаю, что этот компонент очень нужен в сегодняшнем футболе. Не только мне и всем футболистам. Особенно я чувствую, что мне надо прибавить в этом плане. И, конечно, во всем. Нельзя вот то, что, например, есть какая-то сильная сторона, нельзя этим ограничивать. И нельзя сказать, что вот в этом я сильный и все, я больше не буду работать с этим направлением. Но надо то, что есть сильный компонент, надо еще прибавить. То, что не хватает, это тоже надо прибавить. И рационально, конечно. У нас, слава богу, у нас очень хороший тренерский штаб. Все люди здесь работают очень сильно. И индивидуально можно поработать с тренерами по физической подготовке и так далее. И они очень сильно помогают и помогут нам. Так что я в первую очередь буду работать над собой на тысячи процентов. А что получится уже, это свое максимум. Уже выше головы не прыгнешь, но надо достичь максимума. В межсезонье у тебя, я помню, заканчивался контракт. Также в СМИ прошло несколько слухов, что несколько команд из других чемпионатов интересовались тобой, активно интересовались. Но, несмотря на это, ты выбрал Интер, продлил контракт с командой еще на год. Расскажи, пожалуйста, оставшись в Интере, именно ты показал верность этому клубу и чего ты ожидаешь от своей дальнейшей карьеры в Интере? Честно скажу, что я лично ни с кем не разговаривал с клубами, потому что есть какие-то человеческие моменты, которые связывают меня и этого клуба. Я сказал, что пока не услышу ответа Интера, что они думают о их предложении, я не буду ни с кем разговаривать. Но я конкретно знаю, что были конкретные предложения из Израиля, Польши и еще некоторые страны. Из Израиля, неделю назад тоже было интересно. Для меня в первую очередь стоит момент с Интером, потому что этот клуб доверил мне, дал мне шанс. И я очень прибавил к этой команде. Я как-то чувствую себя не то, что я должен, просто я выше всех ставлю этот клуб, а потом другие. Для меня это так. Так что я, если честно, очень доволен с условием, которые предложили мне в клубе. И мы даже много не обсуждали эту тему, сели, поговорили, решили, пожали руку и продлили контракт. Так что я буду, пока я буду здесь, я буду служить Интеру со всем, что у меня есть. И отдам все свое здоровье, все, свой опыт, все свои силы, что у меня есть этому клубу. Что будет завтра и послезавтра, это уже покажет время. Сейчас дни Мудзиаля, которые проходят в Бразилии. За кого Бабачан Цхададзе болеет на чемпионате и кого видит фаворит? Я с 96-го года болею за сборную Англии. И буду болеть за нее до конца жизни, несмотря на то, что, не знаю, в последние годы ничего не получается так особо. Но я честно скажу, что игра с Италией прошла очень интересно. Я был доволен тем, что уже команда как бы нашла что-то в игре. И, ну, это болельщик, когда есть, это болельщик до конца жизни. А так, если честно, фаворитом я вижу Аргентину. Даже смотрели в Бразилию, она не такая сильная. Может, это первая игра, но она не показала то, что ожидали все. Посмотрим Аргентину, но я тут думаю, что Аргентина фаворит. И Месси покажет себя на этом чемпионате мира. Хорошо, Батюс. Спасибо большое. Удачи всех предстоящих и товарищеских, и официальных матчах. В Лиге Европы надеемся, что предстоящий сезон будет для тебя и для команды в целом более успешным. Очень, очень надеемся. Спасибо. 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 Спасибо.